Во Владивостоке завершился третий Восточный экономический форум. Эта деловая бизнес-площадка будет способствовать дальнейшему укреплению связей между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году российская сторона представила первые результаты проделанной работы. Иностранные инвесторы, которые совместно участвуют в реализации проектов, имеют налоговые льготы. Государство обеспечивает удобный режим работы, модернизирует инфраструктуру. Об этом и об участии делегации Якутии с места событий передает Любовь Васильева. Форум стал масштабной площадкой для инвест-соглашений. Если Якутия на прошлом форуме подписала 15 соглашений, то в этом году уже 21. Достигнутые официальные связи между странами должны перевести экономические отношения на новый уровень. И самое ключевое здесь то, что все они ориентированы на повышение качества жизни жителей Дальнего Востока. Возможности Дальнего Востока позволяют реализовать передовые идеи в производстве, сельском хозяйстве, логистике, технологиях. И итоги плодотворной работы двух предыдущих экономических форумов это подтверждают. На Дальнем Востоке создано 17 территорий опережающего развития. Построены около 100 новых предприятий, которые позволили увеличить темпу роста производства, где созданы рабочие места для жителей регионов. На главном пленарном заседании президент России Владимир Путин сказал, что государство и далее будет поддерживать интерес инвесторов к регионам Дальнего Востока. Эти планы, инвестиционные решения должны воплотиться в успешные предприятия, заводы, фабрики, объекты инфраструктуры. А главное, в современные рабочие места и высокое качество жизни граждан. Во время диалога со странами АТР были озвучены удачные проекты, которые уже реализованы на территории Якутии. Пример-министр Японии Сынза Абе рассказал мировому и бизнес-сообществу о круглогодичной теплице Саюри Тора Кангаласа в республике. Многолетний опыт сотрудничества Японии и Якутии в области образования и инноваций является примером для других регионов Дальнего Востока. Республика Саха богата различными полезными ископаемыми, в том числе и редкими металлами. Мы говорим о поставке полезных ископаемых из республики Саха через Владивосток в Японию. Здесь есть очень большой потенциал для возможности сотрудничества. А новый президент Монголии, который впервые принял участие в ВЭФ, кроме спортивных и культурных отношений к двух сторон, планирует расширить торгово-экономические связи и отношения в сфере туризма с Якутией. Мы начинаем наше сотрудничество в области спорта. Но у нас есть очень много перспективных направлений, таких как туризм. Наши народы объединяют очень много общих сфер. Я уверен, что после проведения игр «Дети Азии» у нас активизируются двусторонние отношения. Во время форума состоялась деловая встреча главы Якутии Егора Борисова с президентом компании PowerChina господином Сундуншеном по вопросам проекта строительства моста через реку Лену. Китайская сторона ознакомила с инвестиционным проектом и финансовой моделью сотрудничества. Егор Борисов отметил, что этот мост станет главным логистическим центром, соединяющим три федеральные дороги. Глава республики обратился к вице-премьеру правительства Российской Федерации, полномочному представителю президента России в ДФО Юрию Трутневу с просьбой поддержать проект со стороны правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Наша компания PowerChina заинтересована в строительстве мостового перехода через реку Лену для республики Саха. Так же, как и для России, это строительство имеет огромное значение. Для реализации любого проекта необходима поддержка местных сил. Если соглашение будет достигнуто, будем тесно сотрудничать с местными компаниями. Положительный опыт реализации проектов в Якутии будет распространен в другие регионы страны. В рамках ВЭФ с руководством республики достигнуто соглашение Агентства стратегических инициатив. Федеральная организация по поручению президента страны ведет акценку развития регионов по направлениям и по наиболее положительным проектам готовит кейсы для распространения. Сегодня с большим интересом губернаторы делятся такими проектами друг с другом. Саха Якутия отобрала такие проекты для себя. И самое интересное, что это важно с точки зрения, знаете, не изобретать каждый раз там новый велосипед, а ты берешь уже готовые интересные кейсы для внедрения в регионе. Для делегации республики программа форума была насыщенной. Итоги встречи с российскими и иностранными инвесторами подписанные новые соглашения улучшат качество жизни людей. Форум экономический восточный, который третий раз проходит, он дает возможность сегодня оценивать уже не на уровне Дальнего Востока, не на уровне только России, но это на мировом уровне. Поэтому государства, прилегающие к нам, это Азиатско-Тихоокеанская региона, обратили внимание. Президент определил именно стратегию не только развития Дальнего Востока. За счет Дальнего Востока будет развиваться вся страна. Поэтому вот эта позиция, она усилилась вот на этом третьем форуме. Развитие Дальнего Востока государственный приоритет. То, что на третьем восточном экономическом форуме приняли участие представители 60 стран, доказывает, что Дальний Восток интересен для всего мирового сообщества. Правительство страны будет дальше повышать инвестиционную привлекательность регионов Дальнего Востока, создавать лучшие условия для проживания и развития каждого жителя субъектов. Любовь Васильева, Стас Михайлов, Максим Ростовцев, НВК Саха, Владивосток.